Приветствую вас. Я думаю, что если можно было бы про вас сказать, то у меня такое впечатление сложилось, что вы человек в целом такой, достаточно скромный человек такой, достаточно стеснительный, если я не ошибаюсь. И на мой взгляд, на мой взгляд, вы мнительный человек. Опять же, если я не ошибаюсь, я ошибаюсь. Мнительность, мнительность, это следствие не от реагированности чувств, ну ваших чувств. То есть, условно говоря, вы не очень хорошо себя слышите, да, не очень хорошо, ну, может быть, вы не верите себе вообще, да. То есть, как бы, вот. И, на мой взгляд, это, ну, достаточно такая вот, я бы сказал, серьезная проблематика. Вот, потому что, потому что, если бы тебя не ощущать, если бы себя не чувствовать, если бы не привыкли, ну, как-то вот полагаться, да, на себя, на свои ощущения, на свои переживания, на свои эмоции, на свои чувства, вот, если бы не привыкли ничего этого делать, например, то могут быть сложности, конечно, могут быть трудности, конечно. И, в частности, это трудности того, что вы, условно говоря, попадаете, ну, условно говоря, вы попадаете на манипуляции различного рода. То есть, ну, я имею ввиду, вас могут подловить на манипуляции различного рода. Как? Достаточно просто, достаточно просто дать вам то, что вы хотите. Вот. То есть, достаточно просто продемонстрировать то, что вам хотели, ну, вам могут дать то, что вы хотели. Потому что, совершенно очевидно, что, если бы вы были тем, кем вас представили бы, вот, отношение бы к вам было совсем по-другому. И руководитель бы вел себя совсем иначе. Вот. Ну, не было бы вот такого его поведения, как бы. Вот. Ну, вот, с его стороны. Вот. Потому что, ну, человек бы, ну, держался бы за вас. Держался бы за вас. Вот. А так, ну, вот, получается, что он за вас не держится. Получается, что он готов был с вами расстаться. Вот. У него были большие от вас ожидания, как, 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 условно говоря, он, он говорил. Вот. Ну, человек бы вел себя совсем по-другому. Вот. Вот. Но. Вы поверили. Знаете, вы приняли это почему-то. То есть, вы поставили себя ниже, чем интересы вашего начальника, который, по сути, вам, ну, чужой человек, чужой человек, да? Вот. И это, на самом деле, не случайная очень история. Вот эта история достаточно такая, как мне кажется, эта история системная. Вот. То есть, э-э, что, э-э, что я, э-э, что я темно говоря имею в виду? То есть, я имею в виду, что вы э-э поступаете, э-э о, вот таким образом, ну, э-э-э.. Мягко говоря, довольно часто, мягко говоря, вот так вот поступают в такой момент, когда ставите выше кого-то, чем себя, это вас и деморализовывает, а сомнения в себе, игнорирование того, что вы хотите, того, что вам важно, в чем вы заинтересованы и так далее, приводит к сложностям в поиске работы, что нормально, и все, и круг по сути замыкается, круг замыкается в себе, вот поэтому мне кажется, что в первую очередь вам нужно разобраться в себя как следует, вот, в первую очередь. Во вторую очередь вам нужно, на мой взгляд, обучиться коммуникации такой, ну, хочется верить, здоровый несколько, что ли, вот, понимаете, да? конструктивный коммуникации, скажем так, вот, и вот тогда уже у вас все будет получаться, когда вы научитесь себя слушать, вот, и выражать свои чувства, потому что вина в данном случае это, это подавленное, подавленное зло, подавленное ваше желание, ну, например, например, это обиду на начальника, мол, типа, почему я должен, там, жертвовать собой своим, там, ну, комфортным, да, и так далее, вот, ну, с какой стати я должен делать вот своим комфортным, вот, и надо сказать, что вы совершенно верно в этом смысле действуете, но подавляете, подавляете в себе, вот вам надо бы помочь это раскрыть, дальше, эм, значит, вас как-то задел руководитель, я не знаю, как, честно, честно скажу, вот, не знаю, как, как, но как-то он вас задел, руководитель, я имею в виду, то есть, эм, все это, вот, в нем вас задел, потому что именно, вот, круг, ну, именно, вот, руководителю вы хотите, эм, там, ну, именно от руководителя вы чего-то хотите, вот, на такой, вот, эм, там, постоянной, практически, основе, понимаете, вот, эм, в чем, штука, поэтому, здесь вполне вероятно, что, у вас какое-то особое отношение, отношение, отношение к руководителю, и желание, потребность, эм, на особым счету быть для него, возможно, эм, э, вот, э, ну, это уже, э, История для такого более, ну для более подробного анализа, история для более полного анализа, я бы сказал. История для беседы, тематика для терапии, психотерапии, понимаете? Так вот, то есть это же не единичная ситуация в данном случае, это же системная, то, что происходит сейчас, это результат вашего, в принципе, как мне кажется, умения жить, то есть вот так вот вы живёте, таким образом вы живёте, к сожалению. Вот. И, наверное, моя задача, ну, моя задача, как психотерапевта, моя задача научить вас, ведь по-другому. Вот. Если вы хотите этого, конечно же. Вот. Вот. Примерно, примерно так. В этом всё. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго. Надеюсь, что мой ответ замотивирует вас, ну, на обратную связь, вот. Которая может, в принципе, послужить началом для психотерапии. Вот. Желаю вам всего самого-самого доброго. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...